Всем привет! Ну что погнали разбирать пятую серию Дронов Убийц на всевозможные отсылочки и пасхалки, которые оставила команда Глич в новом эпизоде. Поехали! Серия начинается с показа той самой кассеты, которую нашел Энн в прошлой серии в лагере, Зомби Дрон. Сперва мы видим логотип Джейси Дженсен энд Спейс, лучше восстанавливать вместе. Далее кадр сменяется на предупреждение об авторском праве, которое в точности копирует старенькое предупреждение на кассетах ВИЧС перед просмотром фильма. Будешь копировать кассеты, либо ФБР тебя посадят, либо будешь штраф громадный платить, короче. Далее мы поймем, что это целое видеопособие по демонтажу дронов рабочих. Причем все сделано в стиле МОП Интертеймер, как они любят презентовать свой ПОПИ Плейтайм в виде ВИЧС ТИЗ. Ну и тут же расписаны все причины для демонтажа и утилизации рабочих дронов. 53% из-за повреждений, 27% дронов рабочих утилизируют из-за перехода на новую модель, 11% из-за завершения операции, 7% потому что люди переходят на продукт конкурентов, 2% отключения ядра и 1% другой. То есть получается компания JC Jensen была не единственной компанией по производству дронов, но были и другие компании. Так еще и судя по этой сфотке становится понятно, что люди даже новые версии дронов разрабатывали. Да и хочется задать вопрос, разрабатывали ли вообще JC Jensen дрон? Об этом мы еще успеем поговорить. Далее описан процесс демонтажа дрона рабочего в два этапа. Сперва стартует первый шаг очистки программного обеспечения дрона. Надо нанести желтую маркировку на руку дрона, означающую, что его скоро уничтожат. Ну и обязательно убедиться о правильности серийного номера и номера партии дрона. На этой маркировке опять же написано, что неправильная утилизация ИИ карается штрафами и тюремным заключением. Если мы посмотрим эту серию чуть дальше, мы поймем, что и у N, и у J, и у V, и даже у Син есть подобная маркировка. Вот с этим черным ободком. В настоящее время дроны промаркированы вот так, так что все они были тогда благополучно списаны. И их всех ждал демонтаж. Но этого не случилось благодаря Тессе. Причем эту же маркировку мы могли видеть с вами в четвертой серии, когда Узи нашла бланк, который нужно заполнить, когда списываешь дрона. Чуть погодя мы увидим, что Тесса очень сильно привязана к своим дронам. Она любит их всех. И судя по тому, что потом скажет ее мама, она притащила их всех с помойки. Нарядила их, как это говорил ее отец Джеймс во второй серии, и просто играла с ними. Ну и роль прислуги они тоже благополучно выполняли. Получается, Джеймс Эллиот, да, именно, так зовут главу компании Джейси Джеймс. Ведь мать наконец-то называет Тессу полным именем в этой серии. Тесса Джеймс Эллиот. Вообще не производил дронов. Они были разработаны еще давно, и даже несколькими корпорациями. А все, что списывалось, Тесса тащила домой с помойки. Наряжала, и они были слугами в особняке Эллиот. Причем не все дроны, которые работают в особняке, были принесены Тессой с помойки. Вот, например, у этих ребят нет маркировок. Их, скорее всего, просто купили. Так что это относится только к нашим главным героям шоу. Друзья, у меня для вас важное сообщение. Я всегда мечтал набрать 200 тысяч подписчиков на канале. Осталось уже не так много. Обязательно подпишитесь. Помогите осуществить мою мечту. Ну и про лайк не забывайте. 10 тысяч лайков, и новый видосик выйдет прям супер быстро. Спасибо. После того, как дрону нанесли желтую маркировку на руку, нужно загрузить специальную программу для их операционной системы под кодом 606. И у дрона начинают стираться все данные. Вот почему некоторые дроны рабочие в особняке Эллиот выдавали код ошибки 606. Они все были тупо отключены. Далее, шаг второй. Очистка оборудования. Нужно отключить ядро дрона и переработать его вместе с ядром в специальном устройстве для демонтажа. Вот я же говорил, что эти ядра дронов, которые нам показывали во второй серии, есть абсолютно у каждого дрона. И у рабочего, и у демонтажника. Но как мы видим, дроны-демонтажники на самом деле раньше тоже были дронами рабочими. Только теперь они чутка усовершенствованы. Причем, если мы внимательно посмотрим на машину для переработки ядер и дронов, мы увидим, что вот эта клешня с иглой на конце очень сильно похожа на руку дронов-убийц. Они же могут на них вообще разные гаджеты устанавливать для демонтажа. Значит, их руки сделаны как раз таки из технологии этой машины для демонтажа дрона. Ну и осталось только проверить то, что осталось от твоего дрона. Голос за кадром говорит, что выполнив эти два шага, вы избежите зомби-дронов. Далее написаны сложности и ошибки, которые могут встретиться при демонтаже дрона. Если ты отсоединил ядро неправильно, или не уничтожил дрона физически, или программа 606 прервана, или отключена, или это было сделано только в течение пяти лет спустя, все это может за собой понести ошибку 9К и появлению зомби-дрона. Вот почему тут и предупреждают, что если будешь делать что-то неправильно, то могут штраф дать или даже посадить, ведь дрон может взбеситься окончательно. Ну и еще парочка важных фактов. Например, ядро дрона может отказать при отключении. Ядро — это искусственный интеллект, причем имеет свою нумерацию — 1001, и у него есть 0,01 шанса на самоперезыгрызм. Если случилась техническая ошибка, то нужно повторить все шаги заново, начиная от маркировки дрону. Если же неисправна строка операционной системы, то нужно проверить индикатор, который причем горит желтым крестиком, как дроны-демонтажники в боевом режиме. Ну или если же произошел срыв предохранителя, нужно проверить вот эти четыре штифта. Если же все это не удалось предотвратить, и ядро таки отказало при отключении, то нам на графике показывают, что либо при 70,3% ничего не произойдет, в 29% случаев произойдет блокировка терминала, и при 0,7% происходит потенциально опасная мутация. Привет, Син. Получается, Энви и Джей входят в график, где ничего не произошло. А вот у Син произошли явные мутации. Ее голос, поведение, движение, глючащие экраны, да и вообще все эти ее игрушки выглядят супер страшно. В следующем кадре мы увидим целую гору трупов дронов рабочих. Вот куда их скидывают после демонтажа. Камера спускается вниз сквозь трупы, и мы видим ту самую желтую маркировку на руке какого-то дрона. Номер партии Син, а серийный номер почему-то отсутствует. Похоже, кто-то сделал неправильную маркировку. Без нее, к сожалению, мы не поймем, как зовут этого дрона. Ведь у Энн, например, серийный номер так и начинается на букву Энн. Далее мы увидим лагающие глаза этого дрона, и код, который появляется перед этим буквально на секунду. Мы перевели все, что смогли разобрать. Видно, что некая программа общается с этим дроном. Пишет, привет, я не откажусь от тебя. Абсолютный? То есть это абсолют солвер? Далее он выведет строчку кода. Принять его или же нет? И я вижу, ты пробудешь здесь некоторое время. И похоже, дрон принял его раз тут же очнулся. При этом у него пробита голова. Вот так Тесса и искала подобных дронов на помойке и подбирала тех, кого неправильно демонтировали. И либо нам этот кадр показывали для того, чтобы мы поняли, что будет, если неправильно демонтировать дрона, либо это была сама Син, так как дальше экран потемнел. И мы перейдем к немного другим событиям. Ведь если вспомнить опять ту же вторую серию, там Тесса только впервые привела Син к нашей компании. Так как Джей говорит, что Тесса еще одного привела. Значит, эти события во второй серии происходят задолго до событий здесь. А вот этот дрон может спокойно оказаться Син. Тесса ей починила экран и привела знакомить с другими ее дронами с этой же помойки. Да и глаза у этого дрона глючат, как у Син, чуточку дальше. Так что я думаю, это была точно она. А вы как считаете это Син? Обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну и возвращаемся к событиям в поместье Элиот. Энтут читает книжку «101 порода собак». Полное наглядное руководство по собакам. Слева написано примерно то же самое. Он уже проявлял интерес к этим животным. Вот тут, например, он собачку нарисовал во второй серии. Ну и на канале SMG4 в реакции от Марио прям напрямую об этом сказал. Также он продолжает и тут рисовать. Нарисовал себя Эви в виде ящера. А Джей сама себя нарисовала и подписала «Убей себя». А что у нее талант? Из подвала начинает стучаться Син, ведь как мы дальше узнаем, именно там ее держат. Ну и Узи начинает развлекаться. Ведь именно она залезла в воспоминания Энт. Сперва она сбрасывает книжку «Опасность», затем еще две книжки «Войди» и «Страшный подвал». Что образует фразу «Опасность», «Войди в страшный подвал». Она и дальше будет оставлять ему намеки. В отражении его подноса. «Подвал сейчас, перестань меня игнорировать». И на стекле. На грани смерти произнеси и айдишник «Темный волк 17». Как мы дальше узнаем, это самый первый ник Узи, который она придумала в 8 лет. Ну и опять жучки, которые пьют масло дронов. И нам наконец-то показывают Син. У нее точно такой же голос, как и у сборщика Джей во второй серии. И клешни с глазками те же, и даже тело в виде сороконожки тоже. Вот почему она говорила Узи, что она не помнит ее. Значит, это тоже была Син. Идет приготовление к балу. Как мы дальше узнаем из приглашения, торжественный прием Эллиота и Фрам Тербакета. Ужин, бар и живая музыка. А ниже изображен сам Фрам Тербакет. Правда, на картинке изображена настоящая историческая личность. Вильгильм III Аранский. Правитель Нидерландов, король Англии и Шотландии в 17 веке. Почему так? Непонятно. Типа атмосфера бала должна быть в стиле королевских празднеств. Но силуэт Фрам Тербакета тоже чутка позже покажут на балу. Где он будет еще странно выражаться. Да и сам Джеймс Эллиот на месте. И он с дронами обращается супер жестоко. В отличии от его дочери Тессы. Просто ни за что взял и проткнул голову дрона в вилкой. Но вот почему Тесса начала трогать левую руку, корчась от боли. Когда стукнулась бокалами с Джеймс, не совсем понятно. Но чуть позже мы увидим, что ее прикуют к цепи. Как раз таки за эту же руку. Вот почему ей стало больно в этот момент. Также мы тут узнаем, что Син постоянно запирают в подвале. Но она каким-то образом оттуда выбирается. Причем даже Энн не знал, что ее там запирают. Не хочешь пропускать новости по дронам-убийцам? Адскому боссу и Атолю Хасбин? Да-да мой телеграм-канал вам в этом поможет. Обязательно залетайте и подписывайтесь. Так вы точно ничего не пропустите. Ссылочка самая первая в описании. Далее Энн заступился за Син. Когда она посмеет дерзить маме Тессы. Типа мы завтра выбросим твоих сломанных дронов из библиотеки. А Син отвечает, что они не сломаны. Их нельзя выбросить. За это Энн привяжут цепями к дереву. Чтобы его внутренности выгрызали вороны. Прям как Прометея. Которого Зевс приковал к скале. Правда там был орел, который выклевывал у бессмертного Прометея печень. А тут вороны. Ну вот слева чувак уже поплатился за свою дерзость. Причем как мы увидим дальше приковали цепями. И Тессу с Жей и Син тоже. Так что семейка конечно не из приятных. В комнате Тессы тоже обстановочка интересная. Все полки усеяны склянками с различными препаратами. Которые подписаны на латыни. Черепа. Огромные буквы на стене живи смейся люби. И различные колдовские магические круги. Похоже Тессы еще и алхимией занимаются. Тесса беспокоится о Энн, но Син говорит, что у нее есть бэкап Энн. Получается она может восстановить его в любое время. Син превращается в огромную сороконожку и предупреждает Тессу не ходить на бал. То есть она беспокоится о ней. Но все-таки это она ее привела и восстановила. Думаю даже у такой безумной машины есть какие-то чувства. Узи рассказывает, что какие-то внутренние программы пытаются удалить воспоминания Энн. И они важны Узи. Поэтому она не хочет, чтобы его стерли. В библиотеке уже все проросло органикой. А к Сине прикреплен труп дрона цепями. Причем его крылья один в один похожи на крылья современных дронов-демонтажников. Также позади Энн можно заметить значок Син. Который мы уже с вами видели под полом в хижине. В прошлой серии. Ви улыбается, а из ее руки выглядывает глаз. В точности похожий на глаз того монстрика, которого сделала Узи из стрелы в прошлой серии. Нужно попасть в подвал, но для этого нужен ключ. Джей и Тесса в этот момент разрывают цепи и выбираются на бал, чтобы прикончить Син. Джей находит себе старинный револьвер. Под которым написано, это револьвер, хер знает, заткнитесь за дроты по пушкам. Тут же на них нападает Ви. Причем ее крылья состоят из той же органики. Как и крылья Узи в прошлом эпизоде. В этой же библиотеке опять все дроны преобразились. Теперь у них появились длиннющие зубы и хвосты. Ну и значок Син теперь еще отчетливее видно стало. Наконец-то подвал открывается. И мы видим в каких условиях там сидела Син. Крежня с глазом, в которую вселилась Узи, сидит в клетке. А далее кадры еще страшнее. Судя по очкам, мы видим обезглавленную Ви. Вместе с теми же органическими крыльями и лапой. Чуть дальше валяется еще больше распотрошенных дронов. Вот эта голова вообще на Джей похожа. В маленьком гробике еще один разодранный дрон валяется. Ну и на стуле сидит Энн с оторванной головой. Помните, как Син играла в своих кукол ранее? Она отрывала им части тела. И даже жучка собрала из кукол. Также она игралась и с обычными дронами. Разрывала Джей, Энн и Ви. А потом и на их собирала обратно. Раз у нее есть бэкап Энн, значит и на других дронов бэкапы найдутся. В этот момент Кузи приходит до. Поэтому Син берет контроль над клешней и говорит Энн, что давай опять мы тебе почистим память. Так что ранее там реально труп Эна сидел. При этом Син присутствует как здесь, так и на Балу тоже. Когда она свои клешни показала, я сразу вспомнил Корди из Клиффсайда. Ну а что, и правда похожи. Начинается драчка Син. Ну как драчка. Она просто засветилась желтым светом и взяла всех дронов под контроль. И Джей в том числе. На потолке можно разглядеть надпись, которую мы с вами уже видели ранее во второй серии. Когда Син собирала материал из дронов для восстановления Джей. Она тогда брала контроль над ядром Джей. Вот почему она светилась желтым светом и разговаривала. Это была Син. На этой плашке написано. Абсолютный решатель. Сбор материал. Если ты считаешь это, ты под прицелом. Не трудно догадаться, что если она там собирала Джей из дронов рабочих, то тут она будет поглощать людей на Балу. Они Монка корут в следующей сцене. В этот момент на лицах Эн и Ви в настоящее время появляется ошибка 606. Значит Син уже почти очистила им двоим память. При помощи той самой программки. Дол пытается похитить жучка Узи, которого она нашла под полом в той хижине из прошлой серии. Он даже напишет, хватит драться, вы обе меня пугаете. И Узи отдает его, так как не хочет, чтобы у Энн стерли память. Энн надевает очки на Ви и говорит, что он рядом. Тут же она очухивается от контроля Син. Вот почему обычный разговор с Узи тогда прервал контроль Син над ней. Узи врывается за секунду до очистки памяти Энн. И они тут же понимают, что Узи все это время блуждала в их воспоминаниях. Ну и в настоящее время можно увидеть в их визорах следующее. Старт. Админ Син переопределен. Типа смена админа вручную происходит. Далее назначить роль. ID пользователя темный волк 17. Узи. Роль админ. И потом отсоединение. Узи отключилась. Причем желтый знак Абсолют Солвера сменяется на фиолетовый, как у Узи. И еще и ошибку выдает. Оказывается Дол должна передать жучка Тесси и Джей. А еще она называет его ключом. Ну не зря его можно поместить на бесконтактный считыватель для входа в лабораторию Кабин Февер. Вот чем будет заниматься Тесса в следующей серии. Она стреляет в долг, причем держит свой ревервер точно так же, как она это делала на балу. Ну и в конце все встречаются вместе. Конец. Вот такая получилась серия. Но все больше и больше раскрывают фактов из прошлого дронов-демонтажников. Я сам в шоке с количеством новой информации, которую нам подарил этот эпизод. Если вам есть чем дополнить мой рассказ, то обязательно пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. А я с вами не прощаюсь, друзья. Скоро увидимся.